Ломать и не строить. Всем известное выражение в последние годы теряет актуальность. Сегодня снос зданий не менее сложный и трудоемкий процесс, чем возведение объектов. За последние три года в Якутии сравнялись с землей 440 домов, из них 139 в столице республики. Конечно, в первую очередь сносят аварийные постройки. Затем на их месте появляются современные многоэтажки. Что же еще можно построить и кто распоряжается землей? Постараемся узнать. В эфире «Квадратный метр» программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. Снести, переселить, распределить. Что происходит с участками и куда в этом случае переезжают жильцы. Наша съемочная группа встретилась с якутянами, чьи уже бывшие дома сравняли с землей. Кого наказывают в первую очередь, если застройщик срывает сроки строительства? Об этом и не только поговорим с гостем «Квадратного метра», руководителем отдела по реализации программы переселения из аварийного жилья Минстроя Якутии Михаилом Костенко. Сколько времени нужно, чтобы и Серебряный Бор Нерингринского района полностью избавился от аварийного жилья? И как идет реализация программы в Нюрбе Нюрбинского улуса? Подробности в нашем материале. Цветы, огурцы и помидоры растут на балконе 16 этажа. Создать небольшой огород десятки нарешили сразу после переезда в новую квартиру на проспекте Ленина. Сегодня на 40 квадратных метрах живут Людмила Петровна с мужем и дочкой. В новостройку семья въехала в марте. До этого десяткиным приходилось в буквальном смысле выживать в аварийном доме, вспоминать о котором они не любят. Там было жить опасно, как на пороховой бочке. Пожар опасно, проводка была вообще в ужасном состоянии. Затопляла, под полом вода была. Дом Десяткиных снесли весной этого года. Их аварийная деревяшка находилась напротив стадиона Туймада. Эта постройка стала своеобразным антипамятником Якутска. Сейчас даже мимо проезжаем, там так красиво и уже вид изменился. Потому что это же центр, это лицо города уже, считай. Поэтому давным-давно надо было уже это делать. Расселением людей и сносом ветхих зданий занимался домостроительный комбинат. Сегодня на этом месте ничего нет. Участок площадью более двух гектаров стал временной парковочной зоной для автомобилей. Стоянка была организована, чтобы разгрузить соседнюю комсомольскую площадь на время игр Дети Азии. Столичные администрации подчеркивают, что через несколько лет здесь появится 14-этажный жилой дом. Площадь будущего объекта составит более 5000 квадратных метров. В общей сложности в доме будет расположено 74 квартиры. Одна, двух и трехкомнатные. Решение о комплексной застройке участка было принято не за один день. Соответствующий план утвержден еще 4 года назад. В 2012 году между окружной администрацией города Якутска и акционерной компанией ДСК был заключен договор о развитии застроенной территории. Застройка, когда начнется, неизвестно, но договор о развитии застроенной территории заключен до 2017 года. То есть, по-хорошему, до 2017 года они должны закончить. Но, скорее всего, договор будет продлеваться. Подписанный документ подразумевает строительство только жилого дома. Никаких других объектов на участке не будет. Немного другая ситуация складывается на улице Курашова. Долгие годы здесь находилась аварийная деревяшка, выбивавшаяся из общей городской картины. Несколько месяцев назад ее также снесли. Столичные власти, говоря об использовании земли, отмечают, что на небольшой площади, всего 0,2 гектара, не построишь новый жилой дом или социальный объект. Не позволят заняться многоэтажным строительством и пролегающие газовые сети. Однако применение для освобожденной территории уже нашлось. Часть земельного участка, площадью 600 квадратных метров, уже выделена под сквер. То есть, 600 метров под сквер и порядка 800 метров – это свободный земельный участок, где, скорее всего, будет расположена парковка, но немногоуровневая. Десять квартир ветхого дома были заняты жильцами. Перед сносом их всех расселили в новостройку, расположенную на Лермонтово, 26. Квартиры нормально устраивают там. А мы с Курашовой, вы знаете, этот дом призрак был. Ну, ничего, нормально, обустроимся. Главное, зиму перезамывать, а потом уже скажем, что там. Сегодня в Якутске заключено 16 контрактов на развитие территорий. Они затрагивают в основном три городских округа – Сайсарский, Промышленный и Строительный. Что касается программы переселения из ветхого жилфонда, то на данный момент в ней участвуют 42 муниципальных образования республики, а процент ее исполнения регионам составляет 44%. Отметим, что в этом году переехать из аварийного жилья смогут почти 4000 семей. Михаил Анатольевич, процедура переселения из аварийного жилья в принципе понятна многим. Непонятным остается вопрос признания дома аварийным. Как это происходит? Дом признается аварийным на основании решения Межведомственной комиссии муниципального образования. Собственник жилья должен обратиться в эту комиссию. Комиссия принимает решения на основании обследования и на основании заключения независимой экспертизы. Независимую экспертизу оплачивает собственник. Если там есть квартира муниципалитета, то муниципальное образование, если это полностью частные квартиры, то это собственники квартиры. Конечно, не во всех муниципальных образованиях, особенно маленьких, есть независимые эксперты, которые имеют лицензию на то, чтобы обследовать это здание. Поэтому, как правило, приглашаются из Якутска. Дом признали аварийным, в итоге его расселили, затем снесли, но остается земельный участок. Кому достается земля? Как правило, в доме имеются муниципальные квартиры, земля, под которыми, соответственно, в долевой собственности находится у муниципалитета. Если же в доме находятся приватизированные квартиры, где есть частные собственники, то перед тем, как сносить дом, им предоставляются квартиры в других помещениях. Заключаются договора мены, соответственно, если меняется квартира, то земельный участок с него в применении снимается. И, как правило, перед сносом дома этот участок полностью относится к муниципальному образованию. Муниципальное образование сносит дом за свой счет, соответственно, этот участок отходит муниципальному образованию. А как могут использовать участок? Есть ли какие-то ограничения? Ну, вообще, муниципальные образования принимают проекты планировки территории, проекты развития, в которых у них определены зоны, где что должно находиться, где что строится, где жилье, где социальные объекты, где инфраструктурные объекты. Поэтому, в соответствии с вот этими градостроительными планами и проектами, муниципальное образование размещает новые объекты. Одной из проблем при реализации программы переселения из аварийного жилфонда стали квадратные метры. Жилье ведь дается квадрат в квадрат, а при этом новые дома сейчас строятся совсем в другой площади, чем 30 лет назад. Как решается этот момент? Когда эта программа начиналась, мы столкнулись с такой проблемой, что застройщики не были готовы к расселению таких мелких квартир, потому что проекты шли уже современные, более улучшенного варианта. Дело в том, что рынка жилья, как такового, допустим, он существует в Якутске, в Нейрингре, в Мирном, в крупных населенных пунктах, а в мелких муниципальных образованиях строительство жилья не шло много лет, потому что рынка жилья нет. Но на протяжении вот уже четвертый год идет программа, значит, на втором, третьем, а тем более на четвертом этапе многие застройщики разрабатывают свои проекты, уже предварительно, значит, получив данные, какие квартиры будут расселяться. То есть, с учетом вот этого. Сейчас эта проблема, можно сказать, на текущем этапе, она снимается. В завершении нашей беседы хочется поднять тему качества строительства. В последнее время к некоторым застройщикам появляются претензии на этот счет. И как Минстрой Якутии отслеживает подобные ситуации и что предпринимает? Минстрой при реализации данной программы, он заключает соглашение с муниципальными образованиями, которые и выступают заказчиками. Поэтому Минстрой влияет на заказчиков, на муниципальные образования, у которых заключены договора с застройщиками. Через гарантийные обязательства, через другие механизмы, которые существуют. При этом, значит, в целях улучшения качества строительства внесены изменения в градостроительный кодекс. С этого года все проекты должны проходить государственную экспертизу, что будет влиять на качество проектной документации, соответственно, на качество строительства. И с другой стороны, по введенным объектам в Минстрой создана комиссия по качеству, которая рассматривает обращения жильцов. В случае, если эти обращения имеют какой-то критический характер, то происходят выезды и принимаются меры как административного, так и правового регулирования в отношении застройщиков и муниципальных образований. Любовь Никитина по праву может считаться одной из старожил поселка Серебряный Бор. В Нерюнгринский район женщина приехала в далеком 1977 году, будучи молодым специалистом. Сегодня Любовь Никитина продолжает трудиться на благо Якутии, несмотря на то, что живет в аварийном доме. Страшно, ну а куда нам деться? Ждем стройки новой. До конца 2016-го наша героиня получит ключи от новой квартиры. По программе переселения из аварийного жилья в поселке строится целый микрорайон. Застройщиком выступает компания «Рост». В планах на этот год завершить первый этап строительства 11 многоквартирных домов, куда переедут 400 семей. По количеству сотрудников, единиц техники и материалов по объектам, нас все хватает, опережаем график работ по заливкам. Сделаем все возможное, что у нас требуется. Люди переедут 100%. Продолжаются масштабные работы и в Нюрбинском районе. Еще в апреле началось строительство двух домов по улице Комсомольской в Нюрбе. Застройщик «Легион ГРК» готов сдать объекты уже к нынешней зиме. Коробку первого дома до конца августа покроем кровлей. Второй дом планируем закрыть в сентябре. Параллельно будут проводиться работы по отоплению. В ноябре закончим. Проблемным оказался другой застройщик. Стройтехнология должна была сдать четыре жилых дома еще в ноябре 2015-го. Сегодня коробки зданий стоят нетронутыми. Внутренняя отделка еще не начиналась. В конечном счете муниципальным властям надоело ждать исполнения контрактов. Застройщик не выполнил свои обязательства. Мы решили расторгнуть договор в одностороннем порядке. После объявим новый аукцион и передадим выигравшей компании. Остается надеяться, что новый застройщик успеет выполнить все обязательства в срок. Тем временем в Серебряном бару Неренгринского района проблема аварийного жилфонда благодаря комплексной застройке решится уже через два года. Якутия занимает пятую строчку по объемам введенного жилья. Таковы данные фонда содействия реформированию ЖКХ. До сентября 2017 года, то есть до конца программы по переселению из аварийного жилфонда, республиканским властям предстоит обеспечить крышей над головой 30 тысяч человек. Напомним, что за последние 8 лет из ветхого жилья удалось расселить более 20 тысяч якутиян. В Якутии необходимо снести около полутора тысяч домов. И это только те, что были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Затем на свободных участках можно начинать строить новые дома. Если мы это сделаем, то к 2020 получится дойти до главного – ввода 1 миллиона квадратных метров жилья в год. Пока данный показатель находится на отметке в 550 тысяч квадратов. Получается, для того, чтобы построить, придется кое-что сломать. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова